я не пытаюсь улучшить ваш ум в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание и показать вам что та жизнь которой вас принуждают она вас не достойна эта жизнь не стоит даже мгновения вашей свободы не стоит мгновения жизни ваших детей потому что человек должен жить и заниматься своим делом будучи абсолютно свободным в своем выборе выборе своей цели в постижении себя самого в познании мира вокруг себя я решил изменить вступление пока этот вариант скорее всего еще изменю его немножко а сейчас слушайте думайте пишите здравия всем зрителям всем подписчикам всем старым и новым друзьям моего видеоблога как я и обещал сегодня мы посмотрим на толковый словарь 1907 года а также на другие события под разными углами и с разных точек зрения я вам просто и понятно и бесспорно докажу что изменения происходящие в словарях книга закономерны и вполне обоснованы при правильном понимании того что мир нашего отражения все еще находится в состоянии нестабильности разброда и шатания хотя мы с вами застали период завершения этого процесса кстати для способных отбросить стереотипы внушенного представления о мире всякими лженауками поставлю простой вопрос от чего зависит стабильность тени или стабильность отражения тем более что есть возможность ими управлять или даже их формировать не надо считать что это отражение или тень настоящего нашего мира чем-то базовым неизменным своей основе вот если взять и посмотреть на отражение домом домов леса облаков спокойно и закально воде а потом вдруг налетает незавтра порыв ветра или иная причина нарушения покоя поверхности и что будет с отражением который еще минут назад было не отличимо от оригинала поверх поверхностному стороннему наблюдателю я специально вам поставил свое собственное фото такого отражения леса в небольшом шведском озере чтобы вы понимали это люди часто сталкиваются с этим явлением что нельзя отличить на фото где настоящее изображение всего перевернуть а где только отражение в воде прежде чем перейти к основной теме ролика я считаю также необходимо сделать несколько предварительных замечаний первое я работаю в процессе живой повседневной ежедневной работы то есть это творческий процесс возможны и ошибки и недочеты так как вы все ждете два выпуска роликов в неделю если отшлюховывать один 45 минут на ролик добиваясь безупречности и совершенства это работа на пару недель как минимум и тогда будет только несколько роликов скорее всего два максимум три в месяц и работа над любой темой будет занимать пару месяцев они десяток дней как сейчас второе некоторые очень умные и продвинутые критики которые всегда все знают и все понимают и которые требуют немедленно ответа они никак не могут осмыслить что я ничего никому не обязан отвечать никогда просто не понимают еще раз повторяю что я абсолютно не обязан отвечать от слова вообще это только вопрос моей доброй воли это мое время моя добрая воля и мой канал за всякого рода оскорбительной реплики удаляю лишая права писать комментарии и воволь ну что автор ты там не не отвечаешь да я не смотрел даже то что написал может быть а может один раз ответил на я не могу вступать в переписку длительную с одним и тем же зрителям и писать ему и отвечать ему будет писать своими я буду отвечать туда вместо работы я только буду сидеть и с двумя тремя очень умными и продвинутыми гражданами общаться что совершенно невозможно моей работе если я один раз ответил коротко это уже все я еще раз повторяю это мое время моя добрая воля и мой канал кому не нравится тут может не смотреть за всякого рода я еще раз повторять такие реплики я буду удалять и лишать себя всякого права писать тут комментарий особенно те кто начинает изгаляться и писать всякую ерунду к тому же с оскорблениями если у вас есть свое мнение вы не согласны ради бога идите пиши создавайте свои ролики открывайте свой канал работаете если вы не согласны вы можете написать конструктивные замечания и она останется висеть на канале смогу отвечу не смогу не отвечу пусть все читают то есть это ваше право если вы хотите обратиться ко мне лично с какими-то вопросами пишите на почту с главной странице канала это очень легко сделать напишите письмо и если так сказать я успею про приходит конечно сотни надо и тысячи писем день я не успеваю опять таки все смотреть это невозможно совершенно если вам ответил это уже очень хорошо потому что значила я смог выбрать время и минуту времени написать вам ответ не всегда успеваю и не могу просто успеть у меня 24 часа сутки как у вас они 72 не 84 не надо вступать в перебранки также со всеми с другими зрителями другими подписчиками с другими комментаторами не надо вступать перебранки с осыпать друг друга оскорблениями не тут не на телеграм-канале не надо понимаете тут мир света и добра и тут нечего делать злобе ненависти и взаимного оскорблениям меня очень удивляет некоторые которые послушав пару минут и нагадив к тому же ничего не понял пишут разные глупости восхищаясь своим мнимым умом и сообразительностью и своими гадостями ум и умными своими гадостями ничего не понимая нельзя взять например вы не можете взять с полки толстую книгу найти последнюю главу прочитать одну страницу этой главы и сделать вывода всей книги наверно это страница может быть воняние вообще не автора книги а изложение чьей-то речи какого-то персонажа не надо писать комментарии на ролике если вы не смотрели все предыдущие на эту тему то есть если вы взяли взялись писать комментарий на ролик об учебнике то она смотрит с первого ролика об этом учебнике они с последнего комментировать то что вы увидели прежде чем комментировать надо понимать что вы комментируете что вы услышали я еще раз повторяю это канал света и доброй воли именно так надо к нему относиться и я поясняю для очень умных и упертых то я прежде чем снимать ролик всегда посмотрел например вот этот толковый словарь о котором шла речь от корки до корки и только потом снял первый ролик покажу еще раз вам что он находится это слова в отличном состоянии на нем нет слипшихся страниц как некоторые пишет в нем нет вырванных страниц все страницы пронумерованы четко и все соответствуют своему месту а за содержание ими и меняющийся текст и ответственности никакой нести не собираюсь вот как вы видите все страницы целый и это не мое желание подгонять одно под другое а реальность сегодняшнего момента чем причем показать некоторые иные странности изменчивости книг а такое есть я покажу вам что даже когда речь идет о великих городах мы имеем нестабильность очевидную и совершенно бесспорную в тени этих очевидных совершенно фактов какие-либо изменяю какой-либо книги не имеют никакого значения так мелочь пустяк у меня есть два ролика на базе одной иллюстрированной изданной в будаписте на русском языке книги по искусству первый ролик называется монголы каннибалы и католики и второй ролик называется со счет шокирующие факты подмены истории 2 там во втором ролике есть бесспорное подтверждение явного заменения огромной фрески без фактов ремонта реставрации или иного какого-либо осознанного вмешательства была одна фреска стала совершенно другая фреска похоже на другая и она сейчас находится там на своем месте кому интересно посмотрите это не то что маленький абзац книги поменять а целая фреска огромное полотно на две стены теперь смотрите фото вот сейчас я открываю вам фото и смотрите я уже показывал некоторые из этих фото ну сейчас покажу еще раз это париж в 1871 году после как нас заверяет падение парижской коммуны я доказал что никакой по риск кому никогда не было мы с вами видим елисейские поля вдали видно триумфальная арка у меня есть подробный ролик на эту тему который называется вильгельма лайки и парижская весна 1871 в котором я доказывал что город был разрушен с помощью оружия массового поражения эти австрийские якобы самые новые пушки стоявшие на вооружении той якобы самой сильной армии европы никакого отношения к тому тотальному уничтожению огромного города не имеют и не могли иметь из этих пушек вы можете год стрелять по большому дворцу и вряд ли добьетесь какого-либо эффекта но окна по убиваете ну кое-где пролом может маленький сделать из стенах не более того кстати фотографии к тому времени в 1871 году уже очень развита фотографии самоискусство фотографии и и уже существует фотографии 5060 лет то есть это не то что вот не было тогда фотографии они уже существуют есть фотографии 1805 1804 год например но по крайней мере так нас уверяет то есть но пока мы пока знаем что 1870 году фотоискусство фотографии было великолепными если фотографии нет значит что-то скрывают и вот эти фото разрушенного под ноль парижа есть мы прекрасно видим эти фото можно их найти очень много париж действительно реально разрушен полностью это даже учебников французских стоит написано то есть он под ноль буквально снесен разрушен надо понимать что там то количество жертв там хотя называется большие цифры жертв австрийской армии жертвы бойни которые там устроили а теперь это цветы не австрица сами французы атаковали свой париж ну то есть нам пишется все что угодно то есть там живых людей практически в этих развалинах найти невозможно там жить просто невозможно вот но вот зато попробуйте найти фото именно фото я подчеркиваю этой самой армии марширующие например по улицам захваченного парижа нет этих фото этой армии не и вооружение нет и не этих полков этих самых прусско-австрийских стоящих полном парадном строю не императора вильгельма 1 который был до этого прусским королем вильгельмом тоже нет совершенно но нет ничего вот нигде вы не найдете есть картины нарисованы художниками но когда искусство фотографии есть все есть газеты выходят все процветает уже цветная фотография есть а фотографии нет значит мы имеем дело с тем что нам пока события которые никогда не имели места быть а было нечто другое что тщательно спрятали все то же самое что из гражданской войны ушах ни одного доказательства ее реальности нигде нет ибо это не война гражданская а война с оккупантами нашего мира то есть война отшла и шла она очень долго на территории ша и закончился на них 1865 году как нас уверяют гражданская война победа севера над югом а закончился на гораздо позже лет через шесть-семь смотрите вот на фото чикаго в том же самом весной того же самого 1971 года как вам такое совпадение это очевидное совпадение вполне логичное совпадение потому что чикаго тоже снесли мощными ядерными зарядами либо иным оружием массового поражения а как технических характеристик которую мы не знаем но который буквально превращает в груды камней и пыль красивые огромные здания каменные все эти темы уже были освещены но очень давно а потом бурно развиты в инете потому не трудитесь писать что это все уже показал то ли тот или иной брогер сначала поставьте мои ролики на эту тему если они ошибаюсь возможно я ошибаюсь только на канале истории пи были показаны развалить чикаго после пожара немного раньше чем у меня он просто показал развальный чикаго но реальный и неоспоримый разбор тех событий сделал я и я ясно доказал что по всему миру в то время шла окончательная зачистка территории с применением оружия массового поражения но в этом ролике мы не будем обсуждать эту тему речь идет о том чтобы быть чего быть в реальном стабильном мире никак не могло и никоим образом чуть не могу это быть в реальном и стабильном мире то есть то что происходит происходит по необъяснимым с точки зрения современной физики математики их иных наук причинам вот смотрите прекрасно фото парижа 1878 года пачок до этого увидели фото 1871 год а это 1878 год всемирная выставка великая всемирная выставка в париже то есть город не только полностью реставрирован и восстановлен но вкладывается огромные деньги устраивая всемирную выставку буквально через шесть с половиной лет то есть пола лет назад это все лежит в полных развалинах пыли в грязи все разрушено полностью вся инструктура сметана в ноль ничего нет а буквально через шесть с половиной лет мы видим прекрасный полностью восстановлены как птица феникс из пепла город заметим что этому предшествовало падение империи наполеона третьего парижская коммуна предшествовала падение и превращение всего в парижа груды развалина коронации вильгельма первого на трон германской империи версале все это вот 80 88 71 год причем империи то есть той самой немецкой еще нет есть якобы пруссия есть австро-венгрия на вопрос почему его коронуют версале они в германии или пусть и муха берлине например или вене в той же россии почему немецкий язык германии утвердился только через 32 года после коронации после появления этой империи не было языка вдруг он появляется на этой территории язык то был но никак не на этой территории если вы начнете задавать эти вопросы историкам рекомендую одеть на голову очень хорошую каску и заткнуть уши мат и вопли вы все равно прекрасно услышите почему нет фото коронации этого императора почему нет реальных фото самого вильгельма и того же наполеонов третьего а то я уже говорил показано какого-то чудика раздет у как павлин в белых колготках и говорят что это великий император франции опереточный клоун они императоры есть посмотреть в одежде который совершенно ни один нормальный мужчина уважая себя никогда не выйдет на улицу опереточный клоун клоун это император наполеон 3 вот нет фотографий картины только есть нарисованы картины есть почему нет фото самого вильгельма и или того же наполеона 3 нет ничего а вот как выглядел самый большой павильон на этой выставке смотрите фотографии это павильон российской империи за 6 и даже за 20 лет в ту эпоху разорена оккупированная страна никак не могла восстановить город они не смогли бы тяглым транспортом даже развалина очистить то есть невозможно на буду набрать 2 миллиона народу а нагнать и каждый день чтобы они грузили эти камни на телеге и неимоверное колесо вы штамп сотни миллионов тонком не надо было бы вывести еще перебрать разобрать сохранить какие-то фрагменты то есть вот 6 20 лет возьмите это сделать никак невозможно и сегодня я подчеркиваю невозможно восстановить и заново строить всемирно известные здания и сооружения вот представьте себе сегодня раз и снесли центр парижа полностью в районе большого кольца нет нет парень все лежит развалина груды камней представьте себе сколько надо работы чтобы только вывести этот мусор эти камни и как восстановить все эти здания причем восстановить полностью как нас уверяет все восстановлено идеально с точностью до и до миллиметров сегодня ни одна страна мира или все страны мира не смогут повторить это даже двадцатую часть исторического центра парижа повторить не смогут воссоздать если будут тем более используйте материалы не говорю же технологиях транспорте и артистической невероятной красоте архитектурных сооружений из картона фанеры пластика можно сделать копию с использованием компьютерной технологии взять тут изображение по фотографиям по каким-то чертежам по по съемкам внутренним внешним можно сделать копию бутафорскую иск используя современные материалы картон фанеры пластик вот как делать декорация голливуд вот так такого типа но не более того попробуйте восстановить такое здание как этот дом инвалидов смотреть на фотографии который начали строить тысячу как нас уверяет 670 году то есть за 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 200 лет до того как его снесли а вот в 1870 ему говорят снесли австрийским трехдюймовыми пукалками до фундамента как можно не просто восстановить но и полностью повторить это сооружение за шесть лет я вас прошу да за шесть лет и руины бы из центра парижа лопатками и кирками и телегами даже пять процентов я сейчас повторяю каменного мусора никто бы не успел вывести даже проект реставрации на бумаге за шесть лет учитывая сложность актив архитектурных расчетов никто бы не мог сделать как грится да не было компьютером не было детальной такой точной фотографии то есть на невозможно это как можно восстановить если документов нет как можно полностью детально восстановить здание тем более за шесть лет при этом нигде я подчеркиваю нигде нет ни одного оригинального документа и чертежа не чертежа как-то когда пошло восстановление реста реставрация восстановления нет ничего и нет оригинальных чертежей если и босс начали строить 1670 году где-то же должны быть чертежи огромные типы тонны 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 бумаги нужны рисунков проектов всего прочего расчеты это же сложнее расчеты попробуйте установить на такие стены с такими украшениями с таким мрамором как это все сделать ничего нет вообще кто может ответить где делали этот мрамор где делали этот гранит где вы тачили базальтовые блоки вот если восстанавливали предположим что начали бурно сразу вот только постреляли всех коммунаров население парижа подменили полностью привели новых здоровых рабочих и начали делать но где кто делал кто делал гранит на работу кто делал скульптуру кто делал все как каких мастерских где ничего нет до решетки где отливали чугунный если среди зрителя есть архитекторы и строители пусть скажем выскажут не поленитесь выскажите ваше мнение а то набежит несколько тех кто в детстве слушал хочу все знать передача такая была и начнут писать всякий глуп глупые нелепости и протесты вот нашел только в интернете только одно фото в остальных работах в париже в 1873 году на самом деле на даже на этом фото очевидно две вещи первое это ведется раскопка не строится второе таким манером можно барак деревянный построить на этом фундаменте они дворец те кто жил и бывал старинных домах европы во многих то и в россии тоже в европе не обязательно где угодно том же санкт-петербурге москве и тогда парижа лон леона мадрида милана где хотите возьмите знаю что мы имеем великолепный каменный каркас дома и ужасно деревянные перекрытия между даже межэтажные внутри и скрипучие полы деревянные между этими этажами все дело в том что эти дома в основном трёхэтажные максимум четырёхэтажные не имели в оригинальный конструкции они сегодня трёх-четверхэтажные не имели в оригинальной конструкции перекрытий и этажей и строились эти дома совсем не для людей но об этом не в этом ролике друзья прежде чем перейти к самой важной части ролика я хочу поговорить всех тех кто смог захотел нашел время и возможность чтобы оказать помощь каналу на эту надо иметь желание возможность не наносить ущерба своему бюджету и действительно реально захотеть показать помощь канал думаю что все настоящие друзья моего видео видео блога тоже присоединятся к моей благодарности и и выразят именно этим помощники вот их имена как всегда в описании там же друзья ссылка для тех кто реально имеет желание возможность присоединиться к их числу без ущерба для своего бюджета друзья по всему интернету сейчас идет бурная дискуссия по поводу мирового золота я должен сделать это отступление золото бумажного как я уже вам говорил выраженного в виде пустышек золотых сертификатов за которыми нет ни одного грамма реального золота да и вообще нет ничего потом вторая любимая тема это зовут золотовалютные запасы стран на самом деле попробуйте найти хоть один независимый аудиторский отчет о проверке золотого запаса какой-либо страны из той же двадцатки будем исходить если нет подтверждений документальных бухгалтерских аудиторских из простого выхода если нельзя увидеть проверить посчитать пощупать то там нет ничего совсем кроме тех же цифр на мониторах все эти сообщения там какой-то государств купил столько-то золота такой раз купил столько золота она ничем нигде не подкреплено кроме сообщений в сми а в сми никогда не сообщает ничего того что действительно имел бы под собой реальную информацию это все все сообщения сметал в основном либо стопроцентная ложь либо полное искажение того что реальности происходит если мы начнем рассматривать реально золото в банках то все современные банки носят только такое название то есть банк давно перестал быть банком начнем от простого от тайны банковского клада вклады нет тайны банковского клада нет банк закономить просто нет тайны банковского клада вашего то вы не имеете дело с банком то есть есть шарашкина контора под названием банк любой хомячок имеющий название своей должности государственной должности или иной должности можешь потребовать и получить информацию о банковских счетах любого из клиентов банка без объяснения причин своего запроса сидит грубо говоря всегда даже где-нибудь в отделении тому как он прокурорчика и 1 напишет запрос и банк тоже выложите всю информацию как уходить тут же моментально вас не известят об этом не что она сделала запрос не то что он за что банк вышла всю информацию о вашем движении на вашу счету за последние пять лет на а все банки к тому же из например несут полную ответственность за прозрачность операции своих клиентов включаем вот просто уголовную ответственность менеджера который ведет такую-то группу клиентов не надо писать о тайне банковских кладов в офшорных зонах если у вас счета в долларах евро или тех же иенах то все все эти цифры хорошо известны тем кому надо до последнего центра конечно если у вас деньги в бананово-цветных бумажечках племени слепого носорога или пьяного крокодила то это никого не интересует и никому не надо держите себя пожалуйста там этих бумажек столько сколько хотите те у кого деньги в таких конторах рога и копыта нет и не может быть контроля за реальное физическим золотом то есть такие банки не могут ввести никакой контроль за реальным физическим золотом тем более что их офисы на том же манхэттене давно не работает помните были сообщения позже на ту что россия везет там манхэттен там 5 тонн золота счет сколько-то золото в банке вкладывает нам на махет и вот эти банки стоят пустые хранилища все пустые персонала нет офис из офиса в мебель вывезли где золото странные люди вот вообще все верят чему-то непонятно я вам воскресенье расскажу где на самом деле это золото и почему примечательно что подписчик ник опять прислал мне интересные звуковые дорожки своих бесед с центральным банком рф российской федерации так например банк не может ему по телефону объяснить простейшие вещи почему у тех же судебных приставов на самом деле ракетировал беспредельщиков счета по коду 643 если не ошибаюсь то есть ему ответить на этот вопрос не могут почему вот эти коммунальные конторы судебные приставы имеют счет под этим номер а граждане имеют счет совсем по другим номером который плательщики и происходит якобы конвертацию на банк нет на конвертации не занимаемся а как он может зачислить деньги клиента оплатившего что либо если у получателя денег другой код валюты теперь он также пытался выяснить как cb который вроде как правоприемник госбанка ссср собирается выполнять свои обязательства по билетам или банкнотом банкнотом госбанка ссср написано официально что они правоприемник госбанка ссср ведь официально этот клоповник несет полную ответственность по всем обязательствам госбанка ссср так у них написано там не я придумал например он интересовался как он может обменять бумажные рубли ссср на золото и драгоценных металлов там же на бумажных рублях написано что обеспечено и всем достанием ссср всеми запасами центрального банка ссср за в золоте драгоценных металлах утонга у меня есть билеты госбанка ссср банкнот и вы официально у вас так написано несете полную ответственность поменяйте мне пожалуйста они делают вид что они вообще не понимают его вопрос то есть просто тупо говорят что мы вас не понимаем например интересовался вот так он интересовался в упор ему никто ответить не может я только заметил что этот бандитский общак никак не может быть правоприемником госбанка ссср по простой причине ссср юридически существует и без решения верховного совета ссср и акта председателя кабинета министр сср никто не имеет права ни на какие действия по отделению расширенению приватизацию распилу и вывозу например всего золотого запаса ссср что было сделано а по законам ссср по всем этим преступлениям есть только одно наказание конфискация имущества и смертная казнь вот и представьте себе сколько хомячков крыс и гиен ходят под неизбежной вышкой с конфискации имущества без права обжалования пусть по этой статье обжалование возможно а вот рублей ссср выбрасывать если у вас и они есть не советую как и ассигнации империи вдруг у вас случайно там от пребабушки остались ассигнации российской империи так вот выбрасывать не советую за дремучим и болотистым лесом тьмы как вас убеждают лежат совсем страшные орочи земли но на самом деле орки сидят парламентах и правительствах вернее они на орков не тянут это злобные подлые мелкие карлики-людоеды я воскресенье сделаю резюме краткой из бесед нико цбрф это весьма любопытно если вы не поленитесь и откроете статьи великих профессионалов в области экономики то найдете нагромождение терминов по той же теме золота и огромное количество заумной аналитики например вы узнаете о существовании огромного количества разного золота например золото нераспределенного то есть вместо нормального простого термина золото понятно всем которые входят слитки монеты медали изделия на которых стоит проба 999 туда же можно отнести условно условно самородное золото техническое золото и золотой лун то есть это сырье из которого можно сделать при обработке изделия 999 пробы и все золото который находится на руках у населения это тоже в принципе техническое сырье потому что например если у вас кольца 750 пробы то чтобы сделать из них золотой слиток слиток 999 пробы нужна определенная технологическая процедура достаточно сложно по очистке золото и превращение его за реально золото 999 пробы что и требуется так сказать нормально объяснять людям они всяко чушь поэтому начата беспрецедневная по масштабам операции конфискации всего золота по плану базе ты на первом этапе который начался в понедельник запретили так называемое бумажное золото то есть фактически запретили что само по себе является как способом окончательного удушения любых намеков на свободный оборот капитала и ставят перед собой две основные задачи обнуление акционерного капитала и уничтожение всех ценных бумаг и денег вообще скорее всего концу 2022 года или ранее все зависит от того как это будет делать кто будет делать и сразу и резким оперативным путем то есть например течис 6-10 месяцев без анестезии либо с анестезией и постепенным переходом к единому цифровому способу оплаты прожиточного минимума индивидами в новом пост капиталистической мире для всех рабов сначала в виде зарплаты так называемого гражданина индивида под номером таким слову зарплаты само по себе издевательство в этом случае над его смыслом потому что будет пойму это понятие оклад оклад будут получать те кто будут реально что-то делать и у них естественно не будут по ступеньке со социальным став состоять выше например охранник смотритель за бараком вакцинатор там еще кто-нибудь вот чем чем выше должность там тем но все равно это номер вот этот номер получающий отклад а тот номер то получает зарплату гражданина появляющиеся регулярно как чебурашки из апельсиновых коробок куклы вещают вам о экономическом развитии о планах рисуют вам графики чертежи и схемы рассказывать вам об движении капитала на рынке акций планы нас расписывают и невероятных перспективах человечества они сами-то едва научились говорить и изыкать те самые термины которыми сыплют и в которых никто ничего не понимает и понять не может том и том числе они сами ничего не понимают что несут теперь о гримасах истории вернемся к этому вот дрезден до войны рядом дрезден в руинах после его уничтожения ядерной байковой бомбардировки в конце войны я говорил уже об этом все рассказывали о том что город снести бомбардировкой тяжелой авиации за сутки полный бред год уничтожили с целью подмены истории как и всех его жителей которые знали правду до 2005 5 года в городе стояли только руины и так постараюсь очень осторожно сказать несколько простых но сложно воспринимаемых силу воспитания школьного образования вещей мир наш очень нестабильное отражение хотя и это не совсем правильно на самом деле наше отражение состоит к сожалению за сколков разных отражения весьма и весьма нестабильных поэтому у нас есть такое количество раз если бы мы были наш мир был едином цель цельным отражением у нас бы не было ни желтых ни черных не красных не других перенос из одного отражения в другое не сопровождается бурным барабанным боем пением труп салютом и танцами джиги на мифическом небесном престоле париж очень насыщенная энергия место и когда его снесли вместе с его населением соприкосновение двух похожих теней позволило силовым полям парижа украсть свою копию вернее скопировать ее с очень похожего отражение за считанные доли секунды я я вот просто подумайте над тем что я говорю на месте уничтоженного парижа вдруг исчезает руины и появляется париж точно такой же совершенно незначительными различиями куда при этом выбросу руины и развалины убитого парижа спросите вы ответ просто в одной из погибших в результате техногенной катастрофы отражений похоже не означает одинаковость поэтому вариантность и нестабильность при соединении воссоединение разных кусков теней можно сказать наложением или новой проекции этот процесс который шел долго по нашим меркам в нашем отражении но достаточно быстро при при нестабильно об при нестабильности образа достаточно быстро даже образ это основа так саде реальный мир с которого все копируется вернее он это сердце мира с которого все копируется и мы от попавший в этот мир те кого мы называем белыми настоящими людьми мы попали сюда из настоящего цельном поэтому мы с ними не совпадаем с этим с этим отражением некоторых параметров например часовой пояс у нас не совпадает с ним наш внутренний часовой пояс совсем другой еще раз повторяю похожесть не означает одинаковость зачастую жители ничего не чувствуют при смене одного отражения на другое так как разница по физическим параметрам ничтожно а количество отражений невозможно посчитать поясню для понимания на примере живут жители провинции далеко от центра все заняты своим повседневными заботами свежие газеты из центра приходят раз в неделю и раз в месяц с такой задержкой так что я читаю то когда я вот ее читают то события эти давно уже закончились которые там описаны да и читают ее учителя нотариус директор школы мэр или еще пару человек остальным плевать что там в том же париже происходит ибо у них своя спокойная и размеренная жизнь свои заботы свои планы есть деревни несколько семей в которых дети уехали в год это не в столицу авто что поближе учиться на ветеринара например или на учителя вы думаете они знают реально что происходит центре страны а тем более в каких-то далеких странах которых они слышали на уроках географии или читали произведения художественной литературы что может знать солдат например в окопе кроме той информации которую ему дает офицер и его товарищ там лейтенант взводом команды тот от него он имеет какую-то информацию но это лейтенант тоже имеет совершенно дозивную информацию от выстоящего офицера например капитана командующего роты который тоже имеет очень ограниченную информацию поэтому разговор о том что вот мой дед служил рассказывал всегда и весьма весьма субъективны то есть мы можем из этих разговоров составить какую-то единую картину но они зачастую зачастую я повторяю весьма и весьма субъективны и многие из них мало правдивы например я лично сталкивался много раз с людьми которые никогда не нюхали порога но потом быстро превратились со временем очень боевых ветеранов и это тоже вполне закономерно также хочется приписаться героям солдат ничего не знает и знать не может и никогда не будет знать о том что происходило на фронтах реальности для формирования ложной памяти при этом существует и существовала важнее мощнейшая система идеологической обработки сознания включая в себя строжающую цензуру пропаганду и идеологическую культурно просветительную машину я выявил для себя простую такую форму зависимости лживая идеология включая в себя все направления историю литературу песню танцы театра изобразительное искусство цензуру публицистику карикатуру сатиру плакат тот же самый имеет три периода развития три периода развития первое абсолютные самые действенные для формирования подчеркиваю ложной памяти ложного и мировосприятия вот для формирования такого абсолютного восприятия нужен четкий фундамент в виде жесточайших репрессивных органов когда никакие законы не действуют ибо страх подкрепленный реальным наказанием самое лучшее средство управления коллективным сознанием стабильный период когда репрессивный аппарат начинает работать в мягких формах закрывая глаза на мелкие нарушения вроде кухонного брожения слушание голосов распространение не вписывающихся в систему литературно-художественных произведений и неофициального песенного творчества талантливых одиночек вроде высоцкого загнивающий период когда вся ложь не верит никто когда в искусстве начинает открыто высмеивать систему когда анекдоты о высшем руководстве страны рассказ не только в кругу друзей но и в самих властных кабинетах к например плакатное искусство превращается в открытой издевательство над системой например вы едете на машине видите лозунг дело лейна живет и побеждает выцветшими карт красками этот лозунг написан на стене разваляв разваливающийся от верхности и уже не используем заросшего бурьяном коровника предстоит развалины коровника вонючий заросший бурьян а на них написано дело ленина живет и побеждает это уже полная деградация системы чем выше при этом информативная насыщенность ментального поля мира а сегодня на просто зашкаливает тем труднее заставить среднестатистического даже хомячка верить тому что ему настойчиво вещает из всех сми и период абсолютной веры например в уханьку неповедимого до загнивающего в полной неверии займет всего года три или четыре даже у хомячков при стабильном поступлении это я почувствую если будет стабильное поступление корма в корыце вот почему мне так важно общение с вами ибо ситуация уникальна тем что сейчас хомячок уже не сможет плодиться размножаться эпоха палача не предусматривает рост их поголовья а наоборот происходит жесткий отбор и утилизация я не заканчиваю тему непонятных с точки зрения линейных физических представлений изменения изменений книги или картин фрески даже логотип ибо смена логотипа известной фильмы вполне понятно в свете того что я вам сказал это просто факт проникновения наше отражение соседнего осколка еще примерно лавочник с улицы пьяного бата никогда не поймет что его париж попал соседнее отражение так у него ничего не изменилось и ему никто не сможет доказать что его город стоит на месте где вчера дымились груды радиоактивных развалин иного парижа ему абсолютно все равно что было с этой коммуны и австрийской армии и почему вирсале короновали некого вильгельма 1 а те кто может критически думать очень легко запугать и подкупить а те кто не берет и не боится просто убрать на кладбище история тем больше такие талантливые прогрессоры как граф толстой александр пушкин александр дюма или виктор 2 создадут историю так как надо например все истории наполеоновских войн были созданы писателями особенно львом толстым искать какие были реальные документы того же австралийского сражения совершенно бессмысленно ибо как нас уверяет по риск академии наук полдой брукбоны после реставрации приказали все документы уничтожить до последней бумажки и даже убрали наполеона 1 всех учебников истории и географии того периода друзья хватит говорить о буханьковском призраки чем меньше о нем говорить тем слабее он становится теперь для особо умных смотрите на страницу 1189 помните я вам читал что англия занята ослаблением влияние британии в колоннах колония и еще я не могу повторить куски недавних роликов каждом ролике хотелщики пуф один совет есть всем идите смотрите все сначала еще раз я не могу он тоже одно и то же показывать каждом ролике сотни раз все на канале есть и так я стал искать эту британию в этом изменчиво толковом словаре и вот что я фиксирую британия в скобках великая название название крупный остров британских островов включая себя англию шотландию во время римского владычества называлась просто британия далее идет ссылка смотреть великобританию нашел и сейчас будем кое-что читать на странице 1350 вот на смотрите а на странице 1351 карта читаем соединенное королевство страна в европе столица лондон и тут внимание состоит из четырех я подчеркиваю частей идет перечисление англия страна гола замечу что франция это во всех учебниках истории галлии во франции и в этом словаре толком я впервые встречаю утверждение что англичане это галлы потому что так и написаны англия страна галлов во всех учебниках географии включая годы 1850 59 и 1880 нет нигде ни слова что французы и англичане один народ впрочем в своем ролике кто живет на территории европы я подчеркиваю я давно доказал что мы все один народ и одна страна разбитая на мелкие куски сознательно и злонамеренно далее скану также скан что британия уходит шотландии и желание отлично а где тогда четвертая часть где четвертый написано 4 части 3 перечислили англия ирландия шотландия 4 чем дальше тем веселее площадь острова 314 тысяч квадрата километров численность на серии 43 миллиона далее идет общеизвестной версии историю острова включает дикую по глупости версию о прочее строительство римляными стены отделеющей англии от шотландии далее мы читаем подчеркиваю читаем что по той же безумная версия это государство королевство было создано англо-саксонскими пиратами друзья перестаньте верить всякой ерунде об англо-саксов вы часто пишите не про каких-то англо-саксов англо-саксов никогда не было и быть не может даже на последних похоронах вся королевская семья и приближенные пели гимны на русском языке если вы будете называть персики бананами и верить то что это реально бананы то это ваши проблемы что у вас скажете же окружающие вас люди так вот все историки именно этим и занимаются упор называет персики бананами называя русов англии галами или англо-саксами руссо-апеннинского полуострова его северной части и таликами или потомками везготов или потомками римлян глупости все это несусветные корни всех ветвей русов уходят вместо первого выброса а это кавказ и территории между ростом владимиром и великим новгором огромная территория корни всех европейских народов уходит в именно в эти места те же сканинавы стопроцентные русы а все так называемые древнегреческие вазы имеют тексты на языке колхиды то есть грузии что уже бесспорно доказано теми же легвенствами я уже сделал ролик на тему только вот великое открытие что летучие мыши злодеи страшные ковары носят себе страшный новую форму ханки непобедимого сообщает все издания а вот том что лакцы родоначальники самих галов и самой группы латинских языков никто не пишет и не говорит смотрите у меня ролик кавказ и юг россии генетический взрыв человечества мне абсолютно неинтересно мнение доморощенных кретинов в опять же самостийности или отчурках с кавказа ибо они просто голоса зомбированных мировым равенатом крысят народа кавказа уничтожается очень давно и целенаправленно как народы которые проживали вот на территории юга россии процесс деградации населения запущено идет к завершению как и в той же швеции и норвегии основная цель как и в приколидации казачества уничтожение живущего по воле своей хорошо вооруженного мужчины на земле своей смотрите трилогию о казаках настоящий мужчина не пойдет делать это а умирать будет с оружием в руках они отпрыли дня они от проказ у ханьки фантома мужчина и женщина свободного казачества не ходили просто волосы не пили не терпели никаких указов и не елозили на коврике бормоча молитвы поклонах не понимая ни слова ибо слово магомеда последнего пророка казанского мир дома его несло в себе силу и волю к победе над нечистью и шамиль воин света в вождь всего казачества гор и юга россии молился свету истинно стоя на горе они на желтом коврике на коленях айса сын кия мир дома и уговорил не убей душу свою он никогда не говорил не убей врага своего и кого-то еще он был не убей душу свою и нес меч для убедения нечисти словом своим ибо сила в слове мече они в молитве и покаяние только хорошо дрессированное животное не раздумывая выполняют любые команды человек настоящий не будет это делать не все что хотел сказать сказал скажу но ролик занял почти час так уж получилось он растянулся тех кто дослушал до конца молодцы благодарю за внимание и до встречи в воскресенье еще раз благодарю за внимание